Приветствую вас на моем канале. В этом видео очередной обзор товаров, предоставленных фирмой EBF. Есть подозрение, что одна позиция еще не пришла. Ну вот, курьер доставил две посылки, давайте вскроем и посмотрим. Начнем с маленькой. Ошибся, я думал здесь будет припой. А здесь у нас как раз флюс. Вот такая вот большая банка с надписями на китайском языке. И здесь у нас... Ух ты! Опять, к счастью, не повредил ножом чехол. Я забыл совсем, что он будет в чехле. Вот такой вот классный фирменный чехол. Тканевый, с молнией и петлей. Довольно твердый. Вскрываем. И здесь мы наблюдаем вот такой вот набор для пайки. Это пинцет, возможно он атистатический. Острые кончики. Нормально. Далее. Так, сам паяльник напоследок оставим. Оловоотсос. В некоторых случаях может быть полезным инструментом. То есть заряжаем там пружина. Прикасаемся к расплавленному припою и нажимаем на кнопку. Он всасывает этот расплавленный припой в себя. Такая штука далее. Очень полезная вещь это насадки к паяльнику. Дело в том, что, к примеру, на работе недавно мне покупали паяльную станцию. И там на паяльнике была только одна насадка. В комплекте ничего больше не было. Она очень удобная. Она вот такая вот тонкая. То есть длинная тонкая жала. И паять им очень сложно. Ну, здесь вот такие вот разные, большие, маленькие, которые можно заменить и под любые задачи. Далее. Тюбик с припоем. Скорее всего простой оловяно-свинцовый. Сколько там по весу, не знаю. Но на некоторое время на первое хватит. Далее. Подставка. Бумажка. Что у нас тут? Гарантия IBF. Три года заявлено. И бумажка. Это у нас на паяльник. Видимо, шесть языков. Среди них английский, китайский и другие. Немецкий, итальянский, что-то такое. Инструкция к самому паяльнику. Сам паяльник 220 вольт. Температура до 480 градусов. Мощность 80 ватт. Идем дальше. Подставка. Выполнена из металла. Здесь у нас такая приспособа для зачистки проводов. Зачем вот это отверстие, непонятно. Оно не заточено нигде. Здесь у нас заточенное лезвие. Продеваем провод в одно из этих отверстий. В соответствии с его диаметром. Придавливаем, прокручиваем и можем снять изоляцию. По идее, вот такой вот принцип работы данного устройства. Далее, здесь у нас губка для очистки жала паяльника. Она вот такая тонкая, легкая, но наполняемая водой, либо другими средствами. И она набирает толщину, там миллиметра 3, наверное, будет. Далее, подставка вот такая. И как тебя собрать? Здесь пружина приваренная к такому держателю. Вот у него гаечки. Получается, гайку одну накручиваем, вставляем. Судя по всему, в это отверстие. И с другой стороны гайку прикручиваем. Получается вот такой вот держатель для паяльника. Сюда кладем губку и все, в принципе, малогабаритно и функционально. И, наконец, сам паяльник. Очень легкий пластик, невысокого качества на ощупь. Но главное, чтобы работал таким образом. Здесь кнопки не тактовые, мембранные. Плюс и минус. Видим дисплей, на котором отображается некая информация. Но наиболее полезная это текущая температура жала паяльника. Так, здесь у нас, кажется, не откручивается. Здесь у нас гайка, которую мы так вот снимаем. И можем менять жало на одну из тех, которые у нас идут в комплекте. Очень удобно. Здесь керамический нагреватель. Модель ABF 836D, 80 Вт. Провод с выключателем на кабеле. Вилка тонкая. Провод вроде неплохой. Длина где-то полтора метра. Нормально, вес провода не ощущается. В руке лежит хорошо. Ничего стесняющего движения не замечаю. Думаю, что паяться будет удобно. Проверим его в работе. Ну и корпус. Добавлена жесткость каким-то образом. Там, возможно, какие-то типа картонок внутри. И так, хорошие размеры. Удобно в него размещать все необходимое. И давайте посмотрим вот эту баночку. Это у нас, видимо, флюс. Открываем. Да, вот такой вот флюс густой в виде геля. Очень слабо от него запах. Напоминает чем-то. Ну, парафин, что-то такое может быть. Никакого острого химического запаха в таком его состоянии нет. Посмотрим, что будет при пайке. Никогда таким не пользовался. Для моих нужд, что УТИ-120 перекрывает все возможные применения. Как его наносить, тоже вопрос. Учитывая, что он такой гелеобразный, твердый. Использовать как канифоль. То есть в него прям макать жало паяльника. Ну, попробуем узнать, что это такое. Дождусь поставки еще одного компонента. Это у нас должна быть катушка с припоем. И потом уже все испытаем. И уже на следующий день также курьера был доставлен припой. Такая катушка. Здесь у нас написано содержание оловы 63%. Больше никаких данных по составу нет. Ну, плюс еще 2%. 100 грамм. Марка. Ну, это не марка, а вес 100 грамм. 10 это диаметр. 1 миллиметр диаметра прутка. И здесь вот такая надпись. И насколько я понимаю, лид фри обозначает бессвинцовый. Но вся информация, которую мне удалось найти, указывает на то, что все-таки это обычный оловянно-свинцовый припой. И оставшиеся 37% или там 35, если плюс учитывать, это является все-таки олово. Ну, для бытового применения в этом ничего страшного нет. Есть катушки разного веса и разного диаметра прутка. Таким образом. То есть 100 граммовая катушка. Диаметр прутка 1 миллиметр. На мой взгляд, оптимальный диаметр прутка. Именно вот где-то 0,8-1 миллиметр. Меньше брать смысла нет. Это уже неудобно. Больше, там где-то полутора миллиметров, тоже становится уже неудобно. Поэтому вот 1 миллиметр, на мой взгляд, оптимальный диаметр. Я в местном магазине также покупаю подобный пруток. Далее посмотрим цены. Собрал таким образом стойку. То есть здесь гайка ограничительная. И с другой стороны гайкой второй прикручиваем. Получается вот такое крепление. Не идеальное. То есть, чтобы паяльник держался, приходится его глубоко засовывать. Таким образом. Но не очень удобно его так размещать. При таком размещении он будет неустойчивый. Некоторое время попользовался данным паяльником. Все-таки некоторый дискомфорт доставляет вот этот выключатель, который расположен близко к ручке. Он весит немного, но, наверное, это скорее психологический момент. Напрягает какой-то предмет, который вот рядом болтается. При необходимости его легко перенести ближе к вилке. Я его разбирал. Там простой выключатель на один провод. Разрывает один из двух проводов, которые здесь проходят сетевой провод. То есть можно его разобрать. Здесь срастить провода, покрыть изоляцией. А выключатель либо убрать совсем, либо поставить ближе к вилке. Температура регулируется удобно. Паяльник запоминает последнее установленное значение перед его выключением. Но именно если он до этой температуры нагрелся. То есть вы выставили необходимую температуру, которую обычно паяете, поработали. Выключаете паяльник из сети. И при следующем включении эта же температура будет выставлена как требуемое. Тест на нагрев ручки. Была выставлена температура жала около 300 градусов. Обычная рабочая. И паяльник в таком виде оставлен на полчаса включенным. Тепловизором показать данную картинку будет не очень удобно, потому что вот эта часть довольно сильно нагревается и будет отсвечивать. Поэтому просто свое мнение скажу, а доверяйте ему или нет, решайте сами. То есть после получаса работы вот эта область, где и находятся пальцы при работе с паяльником, нагрелась наверное градусов до 40. Я приборами ее не измерял, но руками ощущается как слегка теплая. Причем вот эта пластмасска нагревается довольно сильно. А здесь все нормально, теплоизоляция отличная. Давайте возьмем термопару с тестером и посмотрим за какое время жало нагреется до заданной температуры. Так, паяльник холодный, держу пальцами. Он выключенный. Тестер показывает температуру термопары. Термопару здесь у нас есть небольшая капля. Ну потом еще добавлю припоя. И в нее я буду окунать термопару. Для лучшей теплопередачи. Смотрим в реальном времени, как быстро нагреется паяльник. Поехали. Здесь видим 290, а на самом деле она чуть выше. По-моему он давно уже нагрелся. Попробую провести еще раз, но около 30 секунд требуется данному паяльнику, чтобы нагреть жало до требуемой температуры. Установлено 305 градусов. Давайте проверим, сколько реальное. Ну условно реальное. Тестер показывает немного больше. 330 где-то будет. Ну такое значение. Соответственно, если я уменьшу настройку, ну поставим, допустим, 270. Наверное уже охладился. Проверяем. Также будет немного выше. Ну порядка 300. То есть на 25 градусов. Примерно привирает показания. Давайте попробуем вверх. Сильно выкручивать не буду, чтобы раньше времени не снизить ресурс паяльника. Ну пусть будет 350. Учитывая его мощность 80 ватт заявленную, при работе я бы ставил, наверное, градусов 305. И этого хватало бы для большинства задач. То есть по документации у него там 400 с чем-то что ли. Ранее указывал максимальная температура. В ней абсолютно нет необходимости. Ну для радиолюбителя. Итак. Ну так же видим на 30 градусов выше. Здесь есть, согласно инструкции, режим калибровки. То есть можно вручную сравнить реальную температуру и подстроить, чтобы дисплей показывал более реальные значения. Сейчас я попробую это сделать. Но не вижу в этом особого смысла, поскольку термодатчик у нас находится внутри керамического нагревателя. А не на жале. Соответственно, в зависимости от разных условий, какой предмет вы паяете. Допустим, там, не знаю, плоскогубцы, ну какой-то массивный предмет металлический. Он будет активно отводить тепло и температура жала будет ниже. Так же, если вы поставите другое жало из комплекта, допустим, более крупное, то так же его температура не будет соответствовать заявленной. То есть калибровка ваша собьется. Если вы пользуетесь только одним жалом, то, ну, что-то вот так можно выставить, чтобы температура показывалась более реальной. Но практического смысла лично я в этом не вижу. Так, по инструкции сказано зажать одновременно. Видим нули. И нам что нужно? Видимо, уйти так, более высокую он показывает, то есть наоборот в плюс уйти. Давайте попробуем. Плюс 25 забью. Готово. И что с ним делать? Далее инструкция об этом молчит. Попробуем еще раз нажать. Так, нет, не то. Да, не то. Каким-то другим образом он должен его запомнить. Минуту подождал, видимо, бесполезно. Выключаю питание. Включаю. Как будто бы ничего. Проверяю температуру. Так же завышает. Причем теперь выше. Уже на 60 градусов. Не понял, может быть не в ту сторону. Попробуем в другую сторону. Ставлю минус 40 получается. И что делать? Нажимаю на 2. Да, теперь показывает что-то похожее. 350 задано, 357 показывает. То есть при входе в режим программирования нажимаем две кнопки. Здесь пишем, сколько градусов нам нужно отнять. То есть реальная была сейчас на 7 градусов выше, чем требуемая. И я пишу минус 7 градусов. И нажимаю опять две кнопки. Готово. Ну, здесь уже точно не выставить, потому что проблемы с самим контактом, чтобы правильно прижаться, найти нужное место. Ну, работает отлично. Я бы рекомендовал температуру выставлять где-то, ну, если реально откалиброванная, то, ну, 300-320 может быть что-нибудь такое. Я поставлю 310 градусов. Считаю, оптимальная температура для радиолюбительской практики. Вернемся к припою. Это припой с плюсом внутри. Прям все ваши проблемы это не решит. И плюс все равно обязателен для успешной пайки. Но дополнительное его количество внутри припоя будет только плюсом. Температура 310. Плавится отлично. Флюс. Нигде мне не удалось найти точное определение, что это такое, его состав. Ну, по запаху и в холодном виде, и при нагреве пахнет чем-то вроде парафина. Свою функцию выполнять неплохо. Единственный недостаток то, что я уже привык к жидкому флюсу. Я использую ЛТ-120, у которого есть кисточка, и ее легко наносить там на платы, на элементы и тому подобное. Сейчас давайте возьмем провод от компьютерного блока питания. И это невысокого качества провод, и лудится он довольно сложно. Попробуем, поможет ли в этом деле данный флюс. Наносим немного флюса на место пайки. Берем припой достаточное количество и просто прикасаемся. Нагреваем провод. Немного поводить. Нет, прям чудо не произошло. Результат такой же, как и с ЛТ-120. Но это скорее плюс. То есть флюс неактивный. Его можно использовать, не боясь за то, что через некоторое время от кислоты ваша электроника будет разрушена. Нет, даже поднял температуру немного. 325 градусов. И все равно полностью не покрывает. Давайте возьмем ЛТ-120. и здесь результат намного лучше. Вот так вот все аккуратненько покрыто, заложено. И давайте подведем итоги. Припой 100 грамм. Повторюсь, рекомендую брать либо 0,8, либо 1. Пусть будет 1. 547 рублей за 100 грамм. В местном магазине я такую катушку. Вот так же по 61, 1 миллиметр, 100 грамм с канифолью. Продается за 530 рублей. Ну, нормальная цена. Качество тоже вроде бы хорошее. Поэтому покупать можно. Флюс в виде вот такой вот пасты. Различные есть массы. 150 грамм, 50, 10 грамм. И есть 30 грамм паяльная паста. Судя по испытаниям, это некий аналог канифоли. Неактивный флюс. Но минусом я бы назвал вот такую форму поставки. То есть в баночке. И получается нужный предмет, надо в него макать. То есть это ограничивает его сферу применения. И ему сложно конкурировать с обычным куском канифоли. Так как у нее цена будет намного меньше. Единственным преимуществом данного флюса я бы назвал чистота. То есть после канифоли, как известно, могут появиться различные загрязнения. После данного флюса я ничего подобного не наблюдал. Ну и в теории, может быть его можно запихать в шприц. И таким образом и шприца наносить на плату или куда нужно. Но по результатам испытания, лично для меня он не может конкурировать с флюсом LTE-120. По качеству. Опять же может быть плюс в том, что он не оставляет какой-то грязи. Не наблюдал ничего такого. Но лично для меня LTE-120 по всем параметрам его превосходит. И наконец паяльный набор. Какие здесь варианты? Только паяльник. Тысяча рублей. И различные наборы. Варианты. Цвета. Да, отличаются только цветом. Бордовый, красный и черный. У меня черный цвет. Наборы такой и такой. Чем отличаются? Только наличием подставки. Точнее не наличием, а ее формой. Есть экспресс-доставка для России. То есть вот из этих двух наборов со спиральным держателем дороже на 300 рублей. А здесь просто скобка, на которую тоже можно положить паяльник. В принципе свою функцию выполняет. Ну, решайте сами, что вам необходимо. Так, пинцета нет еще. Ну, это копейки. Вот эта фигня абсолютно бесполезная. Конселярский нож спокойно перекрывает все нужды. В итоге, если экономить, то я бы брал вот этот набор. Потому что он на 400 рублей дороже одного только паяльника. Но здесь есть все необходимое на первое время. Это подставка, это сменные жало. Может быть очень полезно. Правда, на своей паяльной станции я одним и тем же жалом пользуюсь уже... Ой, вспомнить бы, с восьмого года. Четырнадцать лет. Е-мое. Жало не менял. Но повезло, что оно изначально было такое подходящее для моих работ. Но иногда бывает удобно либо тонкое поставить, либо среднее плоское, либо вот такое большое для пайки массивных элементов. ЛВ-отсос в некоторых случаях может быть полезен, но я предпочитаю использовать оплетку для удаления припоя. Губка тоже напрягает ее, там требуется смачивать раз, не знаю, где-то в три дня, чтобы она была в необходимом состоянии. Редко ей пользуюсь. И моток припоя на первое время самое то. По поводу самого паяльника. Керамический нагреватель. Если качество его нормальное и при правильном использовании, то он прослужит вам очень долго. То есть на моей предыдущей работе паяльник у меня был включен чуть ли не по 8 часов в день на протяжении нескольких лет и ничего с ним не стало. Очень простая функция смены жала. Раскручиваем здесь гайку, снимаем чехол, меняем жало, возвращаем все на место. Здесь ручка хорошо лежит в руке. Не прорезиненная, но ничего нормального, ничего не скользит. Нагрев от жала за полчаса работы на ручку не переходит. Работать комфортно. Электронная схема. Температура регулируется. Есть возможность компенсации какой-то неточности. Это зависит от температуры кружащей среды, от размера жала, который вы установили. Потому что напомню, что термодатчик находится в самом нагревателе, а не на кончике жала. Поэтому здесь вы условно ставите какую-то температуру. Регулятор встроен в паяльник. Все под рукой, легко регулируется температура. Запоминает последнее состояние перед выключением паяльника. Очень удобно. То, что кнопки управления здесь на ручке практически не мешают пайке. Главное помнить, что есть вот эти ручки, их не задеть. Правильно подкручивать ручку паяльника. Но это не мешает. Это не какая-то проблема. Быстрый нагрев. Сжала где-то секунд за 30-40. Видео это показать не удалось. Стабильность не знаю. По поводу блокировки температуры. Вроде в инструкции ничего не было. Но ладно, не принципиально. По поводу выключателя. Здесь на фото он возле вилки. И это было бы идеально. Но у меня он почему-то недалеко от паяльника. На проводе. Он как бы не тяжелый, не перевешивает. Но все равно при активной работе паяльником немного напрягает. Дискомфорт некоторый создает. При желании его можно снять, провода заизолировать и перенести его сюда ближе к вилке. При таком расположении претензий к нему бы не было. Нагрев здесь указан за 20 секунд. Не 20, но довольно быстро. Цифровой дисплей. Температура от 180 до 480 градусов. Весь диапазон не проверял. Основная рабочая температура для пайки порядка 300 градусов. Но в итоге у меня положительное мнение о данном паяльнике. Ничем не хуже моей паяльной станции «Соломон», где просто паяльник без фена выигрывает за счет массогабаритных показателей. Стоила станция моя тоже где-то 1500 по-моему, 14 лет назад. И при правильном обращении, если плата электроники не подведет, то паяльник прослужит вам очень долго.